доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон game и сегодня решил зайти на вернуться даже наверное на проект родос но уже не с каким-либо обзором а просто поиграть пощупать посмотреть может что-то интересного еще добавили ну и к тому же на первых моих посещениях мне удалось открыть здесь организацию и вот хотелось бы эту организацию каким-то образом может быть расширить посмотреть ее функционал ну и вообще поработать в этом направлении просто поиграть свое удовольствие никакого обзора ничего подобного в этой серии не будет просто зашел действительно получить удовольствие поиграть у меня как видите уже есть некий транспорт у меня еще есть и грузовая машинка которую мы тоже наверное сегодня посмотрим и хотелось бы купить еще одну грузовую машинку для того чтобы ну каким-то образом пофармить так сказать во благо моей организации организация называется эрзон автотранс инкорпорейтед и находится она здесь же вот на этом вот острове ну и первым делом я поехал на поиски сотрудников естественно не для того чтобы нанять себе каких-то там людей и тому подобное просто потому что одному играть достаточно скучно надо сказать что когда я зашел на проекте было порядка 20 25 человек поэтому особого труда то сос не составила кого-либо найти вот я как видите подъехал к автомагазину он же является здесь автомагазинами заправочной станции и тут же встретил человека вот этого человека его зовут сергей с ним то мы в дальнейшем и будем вместе играть и работать на ты не резоны случайно ну и да так случайно получилось что действительно я эрзон он меня узнал мы с ним разговорились и я предложил ему вступить в мою организацию и вместе чтобы мы что-то здесь поделали для того чтобы мы что-то поделали нужна машинка как я уже и говорил и показывал своем обзоре машинки здесь прикольный вы можете заметить что здесь нету огромных машин просто огроменный там камазов на шести осях там и тому подобное нет здесь все машинки такие выгодные взвешенные машинки прикольные мы остановились вот на такой треношечки ее мы купили для организации в дальнейшем я это все покажу я передал ключи сергею и мы вместе с ним поехали в сторону нашей организации чтобы его туда принять и посмотреть сможет ли теперь нанятый человек точно также как я пользоваться гаражом моей организации складом моей организации ну и тому подобное то что я показывал в обзоре я еще самки не трогал не не щупал как это выглядит как это вообще работает ну а если кому-то интересен обзор этого проекта то сейчас в правом верхнем углу всплывется подсказочка посмотрите как вообще здесь что устроено из чего надо начинать заходя на подобный проект также наверное надо добавить что огромное количество изначальных недочетов уже исправлены я еще и показывал это на своем обзоре ну и сейчас об этом повторюсь что уже огромное количество недочетов которые были выявлены в самом начале сейчас уже исправлены ну а вот таким вот образом выглядит моя организация здесь у меня стоит гараж где мы получаем машинки кстати посмотрите как машинкой появляется теперь она появляется каким-то прокрутом не знают так задумано или это такой баг но не знаю любую машину которую вы берете она появляется с каким-то таким интересным прокрутом ну и в общем то ладно машинки мы получили к сожалению на тот момент я не проверил может ли сергей пользоваться гаражом организации также как и я но мы это посмотрим чуть чуть позже чтобы не терять времени как видите уже темнеет мы поехали на точку добычи и вот на точке добычи я столкнулся с одной неприятной проблемкой который я уже донес кстати до так сказать руководителя этого проекта проблемка заключается в том что сергей то в общем то не может мне ничем помочь он меня предупредил что у него всего лишь пятый уровень он всего три дня на этом проекте докачался уже до пятого уровня но пятый уровень запрещает ему работать киркой что конечно же является не очень грамотные решения я считаю и я уже как сказал я донес это до руководства этого проекта и сказали что эту проблему ближайшее время решат потому что да как бы перерабатывать я согласен опыта нету ты как бы не можешь но работать киркой ты можешь и это еще кто к тому же что ну вот я нанял человека до более-менее прокачанный человек не заинтересован моем предложении а вот новичок начинающий кому интересно прокачивание кому интересно участие в организации он согласен со мной работать но он не может мне ничем помочь то есть серега у меня был как водитель в общем то это тоже такая весомая помощь потому что ну одно дело я наберу одну машину другое дело я наберу две машины но к сожалению пришлось работать мне одному я же и собирал как видите материал я же его и обрабатывал а надо сказать что здесь есть тройная цепочка мы собираем материал потом мы едем на первичную обработку и потом в конце делаем уже ну это называется ресурс алмаз и мы уже в конце вот именно из этой вот и горной породы делаем уже граненые алмазы поэтому вот эта тройная цепочка все пришлось так сказать упала на мои плечи до серега мне помогал он перевозил этот груз но тем не менее что вот такая вот есть небольшая проблема что нанимаешь человека а он в общем то из-за того что у него низкий уровень не может тебе ничем помочь но в очередной раз повторюсь что я донес эту проблему и мне обещали ее решить в том что очень оперативно на этом проекте решаются проблемы вы можете убедиться и посмотреть обзор этого проекта вот по этой ссылочке а мы же тем временем уже добрались до квартала переработки так называемый назовем это промышленный квартал здесь на карте все разделено на кварталы и это достаточно удобно удобно с той точки зрения что мне не надо искать на карте куда ехать где находится . переработки здесь все разбито на кварталы есть квартал где находится промышленная зона такая и тут стоят переработки вот видите стоят вокруг гаражей ангары это все переработки разных материалов разных руд ну и тому подобное есть такой же квартал где находятся скупщики этого конечного продукта то есть Нам надо запомнить только, где находится промышленный квартал и где находится торговый квартал. В общем-то, вот и все. Бегать и искать глазами по карте вам ничего не надо. Это достаточно удобно. Единственное, что вот, как видите, машинка не пролезает. Придется бегать. Но вот это я даже проблемой и каким-то багом не считаю. Будучи в реальности водителем, мне приходилось разгружать машину даже за забором предприятия, потому что стояла огромная очередь. У меня было мало груза, груз был легкий. И мне было такое, что я выгружал машину, перебрасывал через забор, и там грузчики его принимали. Были и такие случаи. Поэтому и это, я считаю, просто рабочий момент. Другой момент, что, как видите, здесь нет освещения. И вот у меня-то, например, все видно, а вот у Сереги... Здесь в ангаре вообще ничего не вижу. Ну и вот, как вы, наверное, поняли, Серега здесь нихрена не видит. Да, это можно сказать, можно исправить, как у меня в настройках игры. Но вот, и как у моего друга Тимура, так вот и у Сереги, то есть такая проблема. У них ночью нихрена не видно. Можно было бы сделать здесь какие-то лампы освещения, хотя бы вот в этих вот ангарах. И следующая проблема, как вы видите, нет кнопки взять все. Приходится вписывать руками. Это, ну, такое нудное дело, я вам скажу. Я всегда говорю, что, ну, поставьте кнопочку взять все, положить все. Чтобы сразу же бралась максимальная сумма. Чтобы не вписывать руками. Ну, здесь же, к сожалению, это еще пока не исправлено. Слушай, а вот тут описаны грузовики 15... Что, только с 15-го левела можно посмотреть их, да, получается? Очень хороший вопрос, Серега. И да, ответ на это да. Здесь есть ряд магазинов, которые откроются перед вами не сразу, а по достижению какого-то левела. Вот здесь, в промышленной зоне, есть магазин, который откроется для вас по достижению 15-го уровня. Ну, и представлены в нем вот такие вот машинки. Машинки, надо сказать, прикольные. Мне они очень понравились. Здесь они, как видите, более большие. Опять, видите, хоть и четырехостный, но опять такой компактный, маленький, на базе реношки. И все машинки такие вот здесь, такие компактненькие, небольшие. Есть интересные модельки. Вот, например, вот этот вот грузовичок. Но с цистерной-то ладно. Надо сказать, что для того, чтобы перевозить нефть, а это самый дорогостоящий, один из самых дорогостоящих ресурсов на этом проекте, нужна лицензия специальная для перевозки и добычи нефти. Она стоит 2 миллиона. Ну, пока для нас это закрытая тема. Но мне понравилась вот эта вот машинка. Вот этот вот GMC-шка, тентовый. Ну, и остальные вот машинки вы сейчас видите. Повторюсь, что этот магазин откроется для вас после достижения вами 15-го уровня. Ну, а мы пока просто посмотрели. Но очень мне понравился вот этот тентовый грузовичок, который я хочу купить для нашей организации. И, конечно же, в дальнейшем мы поедем и купим его. Но для начала надо сдать тот ресурс, те материалы, которые мы собрали. Напомню, мы собирали алмазы. И вот так вот выглядит здесь квартал, где, в общем-то, находятся скупщики всех ресурсов, всех конечных продуктов. Подъезжаем сюда и разгружаемся. Но по пути до этой точки продажи за нами увязалась полицейская машина. И даже не увязалась. Они просто сзади ехали и в какой-то момент решили нас обогнать. Но Серега решил, что это очень наглый акт с их стороны. И не давал им какое-то время нас обгонять. Таким образом их немножко затролливая. Ну, и давайте послушаем, какое РП играют на этом проекте полицейские. Че, полиция? Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ехал последний? Жесть. Я. Хотелось бы вам напоить правила ПДД. Что случилось? У нас правостороннее движение. По встречке ездить нельзя. Когда вас обгоняет автомобиль, он вас обгоняет. Не надо как бы обязанность объезжать вас. Может быть, мы его в автошколу, проверим его на выпреждение? Может, вы советы слепым? Да нет, я вроде прошел эту автошколу, все нормально. Да нет, мы не стали ничего не сирену включать. Просто предупреждение как бы. Хорошо, спасибо. Ладно, мы, бывает, кто-то сзади летит на большой скорости, а вы улетите. Даже самим с грузом опасно. И вам, и грузу. Хорошо, я понял, спасибо. Ладно, всего доброго. До свидания. До свидания. Вот такая вот встреча у нас с полицией. И вот такое вот вежливое отношение к участникам дорожного движения. Ну, а мы приехали, чтобы проверить, может ли Серега пользоваться гаражом. Да, убирается отлично. Как вы понимаете, все работает хорошо. Серега, как участник моей организации, теперь может пользоваться складом, автотранспортом. Но автотранспортом тем, который я припаркую именно вот здесь в гараже. Или припаркует он. То есть, тут есть два вида постановки транспорта. То есть, можно ставить в свой гараж, в, так сказать, общественный гараж. Или в гараж организации. Так вот, в гараже организации Серега может пользоваться любым транспортом. Вот, как видите, он у меня появился в планшете. Ну, а для того, чтобы у него был расширенный доступ к нашей организации, мне пришлось его повысить. То есть, есть несколько ступеней повышения сотрудников. Начиная от рабочего, заканчивая, в общем-то, директором этой организации. Ну, Серегу я взял как, наверное, дольщика или пайщика нашей организации. Ну, а далее, как и было обещано, мы поехали в тот самый магазин, который откроется после 15 уровня. И купили он нам более вместительную машину, для того, чтобы мы могли собирать какие-то ресурсы. Ну, а как она выглядит, ну, посмотрите сами. Я там забор захерачил, короче. Слушай, иди посмотри, он в салоне вообще прикольно сделан. Если я говорю, я сам прям сел, охренел бы. Единственное, это он что-то в гору, конечно, теряет очень сильную скорость. Да, 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 он еще и раскачивается, да. И да, друзья, действительно, машина имеет такую приятную раскачку и обалденный звук. Вообще, не зря мне понравилась эта машина. И не зря мы ее купили. Ну, а дальше мы решили усовершенствовать наше предприятие. Для этого нужно было купить верстак. Верстак. Верстак нужен на этом проекте для того, чтобы делать какие-то крафтовые вещи. Ну, и мы, естественно, тоже этим хотим позаниматься. Верстак можно купить в простом магазине. Кстати, здесь, в деловом квартале, есть такой магазин. Стоит недалеко, для того, чтобы вам не приходилось бегать по всей карте. Идем в магазин, покупаем верстак. И вот таким вот образом мы его устанавливаем. Ну, я выбрал для этого вот это вот помещение. Такое, так сказать, наше офисное помещение. Здесь же и склад. Здесь же у нас будет стоять верстак. Вот таким вот образом его можно поставить. Все. Устанавливаем верстак в нужное нам место. И вуаля, теперь мы можем что-то крафтить. Ну, а сам список крафтовых изделий сейчас перед вашими глазами. Крафтить можно здесь огромное количество. Видите, тут и какие-то короны, золотые кольца, хлеб, шашлыки. Тут, ну, огромное количество того, что можно крафтить. Крафтовая система действительно большая, разнообразная. Но, к сожалению, я всегда говорил, что я очень слаб в этом деле. Ну, действительно, я ни на одном из проектов не занимался так вот серьезно крафтом. Поэтому, ну, не знаю я действительно, что для чего нужно, как чего. За все время игры в арму я крафтил, наверное, ну, раза 4-5 что-то там. Помню, какой-то бронежилет что-то делал, там, вот какие-то такие штуки. Не знаю чего. В общем, мне нужен специалист. Серега тоже не особо в этом деле разбирается в крафте. Но и уровень у него еще низкий. Поэтому, если кто-то зайдет на этот проект поиграть, приходите, пожалуйста. Организация называется Airzone Auto Trans Inc. Обязательно вас приму. Если кто-то разбирается в крафте, заодно и поможете нам. Ну, список вы видите, да. Там я еще могу понять, там есть рыба, там, наверное, ее надо костер пожарить. Ну, как-то так, наверное. Ну, не разбираюсь. Я в крафте никогда не занимался этим. Поэтому, вот. Есть у меня такие сложности. Заходите на проект. Приходите. Обязательно поиграем вместе. Ну, в общем, как говорится, организации требуется специалист по крафту. Вот такая вот, в общем, у меня получилась серия. На этом мы будем закругляться. Я еще зайду и поиграю. Мне эта организация очень понравилась. В общем-то, хочется еще каких-то ресурсов поддобывать. Наверное, набить склад. Ну, в общем, поиграть на этом проекте. Зайду, наверное, на днях, может быть, со стримом. Так что, приходите. Поиграем вместе. Ну, а на этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok